Здравствуйте, друзья, это Редколлегия, меня зовут Роман Шадрин, а это Яна Сазонова, журналист Читару, которая только что съездила в командировку с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым в поселок Горный. Я правильно все понимаю? Да, и Яна, хотелось бы спросить о, наверное, самом ярком твоем впечатлении от этой поездки, что больше всего запомнилось из-за того, что ты увидела. Да, всем привет. На самом деле, помимо Горного, мы объезжали еще несколько сел там района, в частности, в Улётовском районе мы были в селе Черемхово, вот, там мы посетили школу. Сначала мы в нее не заходили, мы пошли вокруг, и я увидела, что стена балками подперта, ну просто, то есть она наклонилась очень сильно, и была просто, вот блоки к ней представлены, привинчены, и все. То есть, судя по всему, если бы этих балок, ну, то есть балки поставлены для того, чтобы стена не рухнула, наверное, да? Да, 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 все верно, потому что потом мы зашли в школу, я поговорила с директором, и вот как раз выяснилось, что они так решили сделать так, потому что у них не было просто денег на ремонт. При этом, вот буквально недавно у них внутри отремонтировали прекрасный новый туалет, теплый, прямо внутри школы, практически вон там, вот заходишь, и сразу новенький туалет, и вокруг все разваливается, просто коридор разваливается, холодно в кабинетах, окна старые. Отлично, ну вот, мне кажется, это хорошо, в смысле, конечно, ничего хорошего для школы, но это хорошая иллюстрация, наверное, того, как выглядит сегодня со стороны система образования в Забайкальском крае, потому что у нас есть теплые туалеты, бравенькие и красивые, и есть все остальное, на которое обращается гораздо меньше внимания, хотя, наверное, следовало бы. То есть, есть спортзалы, есть холодные классы и другие помещения, есть стены, которые готовы упасть, и которые подпираются балками, но сейчас важно построить туалеты. Понятно, почему важно, потому что об этом говорила в том числе и Валентина Матвиенко, и кто только про эти теплые туалеты не говорил. Я в этой связи хочу тебя еще попросить немного рассказать о, собственно, теплых туалетах, потому что ты совсем недавно опубликовала свой текст и прокатилась по соседним районам, да, для того, чтобы лично посмотреть, что это за теплые туалеты, о которых так много говорят. Вот как они выглядят вообще, в принципе, не только там в Черемхово, а в других селах? Ну вот мы лично видели только два варианта этих теплых туалетов. Также они внутри старых зданий построены, которым вот явно здание нужно еще ремонтировать и ремонтировать, но акцент опять сделали на теплые туалеты. И некоторые стоят, как отдельные модули, тоже на улице. То есть, проблему того, что дети будут раздеты и бегать, это не решает. Они также будут бежать по улице от здания до самого туалета, по улице в мороз, там, в 40-градусной где-то. Не знаю, ну да, внутри там тепло, все красивенько сделано, все цивильно. Но мне кажется, в нашей ситуации где-то действительно просто новая школа нужна. На эти же деньги, ну, могли там сделать проектно-сметанную документацию. Я точно не знаю, что, ну, могли бы они уложиться. Потом там предусмотреть на строительство денег. Потому что во многих местах школы типовые построены еще до, там, не знаю, ну, сколько, по 100 лет многие стоят. И строить в них внутри теплый туалет, ну, сейчас это вообще выглядит как-то глупо. Ну, спасибо тебе большое за вот эти впечатления, за эти мысли. И действительно, наверное, пора нам всем переходить от концепции теплых туалетов, концепции теплых и современных школ по всему краю. Это была редколлегия, спасибо, пока. Спасибо.